Мне очень трудно в это поверить, но Новый год буквально уже на пороге и сегодня я хочу показать вам свой вариант новогоднего макияжа Сегодня мы с вами будем делать такой полноценный гламур 2019 год это год желтой земляной свиньи и я так слегка прошлась по тому, какие цвета лучше использовать для встречи Нового года и здесь был просто джекпот, потому что рекомендуется встречать Новый год в золотисто-земляных, таких бронзовых, медных оттенках и это мои самые любимые оттенки в макияже, поэтому я сегодня разошлась по полной Если вдруг вы сейчас на меня смотрите и понимаете, что у вас 100% не будет времени для такого макияжа я недавно выпустила видео о новогоднем макияже за 15 минут Вот его без преувеличений можно сделать очень быстро и в то же время он выглядит, ну скажем так, упрощенной версией этого макияжа А если время все-таки у вас есть и вы сейчас собираетесь делать макияж на Новый год или новогодний корпоратив, то продолжайте смотреть и я вам в деталях покажу, как его сделать Для того, чтобы макияж был максимально красивым, качественным и профессиональным тушевку нужно строить постепенно начиная с самых светлых оттенков и заканчивая самыми темными и начну я сейчас с построения формы матовыми оттенками Для того, чтобы сделать этот макияж, я скорее всего сейчас буду прыгать между многими палетками но вы смотрите принцип того, как я делаю макияж и используйте те оттенки, которые есть у вас дома Я начну с палетки Dose of Colors и беру оттенок Basic Этот оттенок пойдет не только в складку, но и также достаточно высоко потому что это тот оттенок, который является промежуточным между оттенком моей кожи и тенями и я его буду поднимать из-за этого достаточно высоко Вообще, когда смотришь в палетку на такие оттенки, кажется, что они вообще бесполезны потому что они ничего в принципе не добавляют но в то же время, вот даже сейчас я его слегка нанесла и его все равно видно навеки и когда уже наслоится много оттенков, этот шаг поможет нам сделать переходы более незаметными Та же палетка, но теперь я беру немного более темный коричневый, который выступит у нас транзитным оттенком Начинаю, как обычно, с внешнего уголка глаза и потом поднимаюсь выше Дальше из палетки KKW и Марио я возьму оттенок Майами И снова принцип абсолютно тот же Я просто наслаиваю многие оттенки для того, чтобы градиент в тушевке выглядел максимально красиво и не было видно отдельных оттенков Так как у меня новейшие веки, в построении формы очень важно, чтобы градиент был виден и на неподвижном веке То есть вы видите, на моем вот этом нависании все равно видно градиент Если бы я наносила оттенки только в складку, то потом моей тушевке не было бы видно Поэтому следите за тем, чтобы когда вы смотрите прямо, у вас все равно была видна вот эта тушевка со всеми переходами Снова беру палетку Dose of Colors и оттенок Churro Для этого оттенка я сменила кисть Вы видите, что она у меня тоже растушевочная, но она более заостренная и более плоская И принцип действия опять абсолютно такой же Дополняю свой градиент Как вы видите, я сосредотачиваюсь в основном на внешнем уголке глаза Не сильно захожу тушевкой сюда, особенно темными оттенками Потому что потом все равно на всю вот эту вот область я буду наносить такие яркие металлические оттенки А также глиттер, поэтому для меня важно сейчас сделать очень красивую тушевку Именно с внешнего уголка глаза Теперь пришло время для самого темного коричневого оттенка Это снова палетка Dose of Colors и оттенок Chins И для этого оттенка я беру кисть еще меньше Это вот такая вот кисть-карандаш И снова начинаю с самого низа, даже с ресничного края, наверное И по чуть-чуть, по чуть-чуть буду подниматься этим оттенком выше И, как обычно, дополнять градиент Как только вы нанесли основной оттенок и вам уже нужно его растушевать Можете сменить кисть на какую-то более пушистую Растушевка тогда будет гораздо проще И если вы поймете, что где-то у вас пятно, которое вам не нравится Вот, например, у меня сейчас достаточно жесткая линия вот здесь вот Я могу ее просто подтушевать кистью И, в принципе, эти тени мне позволят это сделать То есть я смогу красиво растушевать Но если у вас не будет получаться Берите оттенок, который был на тон светлее И с помощью этого оттенка и растушевывайте эти переходы Так вам будет гораздо проще И теперь пришло время для самого темного оттенка Это у меня Colourpop Cloud9 Этот оттенок я буду наносить с помощью маленькой кисти Буквально вот так вот на ресничный край Тушевку на этом я предлагаю оставить Мы попозже к ней еще вернемся А на подвижное веко в качестве базы Я хочу сейчас нанести вот эти кремовые тени от NYX Это оттенок Baroque Проще всего эти тени наносятся пальцем Но так как я хочу их поднять достаточно высоко То рано или поздно пальцем это будет делать неудобно Поэтому я переключаюсь на синтетическую кисть И сверху на кремовые тени я нанесу оттенок Bronzy Из палетки KKW и Mario И теперь наша задача растушевать границы Самое время слегка подправить внешний уголок Так как после растушевки металликами у нас он немножко потерялся Я беру тот же оттенок Chins, который мы наносили ранее И просто возобновляю нашу тушевку И теперь наконец-то шаг, который просто зажжет этот макияж И преобразит его в новогодний Сверху на бронзовый оттенок я нанесу вот этот вот невероятный красоты пигмент От KM Cosmetics Он называется Стрела Артемиды Но для того, чтобы этот пигмент или скорее даже глиттер хорошо держался Я предварительно нанесу эту базу от NYX Не переборщите с этой базой Ее нужно буквально еле-еле нанести на кисть А потом вот такими похлопывающими движениями нанести на тени Если вы переборщите с этой базой То у вас скатаются скорее всего все тени Поэтому запомните, что базы этой нужно совсем немного И сразу же после этого я буду сверху наносить этот глиттер И обратите внимание на то, что я специально тени наносила достаточно темно-бронзового оттенка Чтобы этот глиттер более светлый на этом фоне лучше играл Если бы я нанесла какие-то золотистые тени или светло-бронзовые То такого эффекта не было бы Конечно же это все у меня сейчас обильно осыпалось под глаза Но именно поэтому я пока лицо не делала Сейчас, когда я полностью закончу с верхним веком Я очищу зону под глазами Нанесу туда уже консилер И тогда можно будет закончить с нижним веком Так как я сделала такую достаточно вытянутую кошачью форму Я хочу дополнить ее еще стрелкой Но стрелку эту я буду делать не черной, а темно-коричневой Для этого я буду использовать подводку от NYX Epic Ink Liner А между ресницами и наводную линию я нанесу темно-коричневый карандаш от Гош На нижнем веке я хочу повторить тушевку матовыми тенями Я снова беру свою палетку Dose of Colors И буду изначально использовать оттенок Necessary Потом оттенок Churro и потом оттенок Chins А во внутренний уголок глаза я нанесу оттенок Just a Kiss И этот же оттенок я нанесу по всей тушевке на нижнем веке Ну что ж, вот практически все Единственное, что мне осталось сделать, это накрасить ресницы Я также буду клеить накладные ресницы И еще я хочу нанести хайлайтер под бровь Единственное, хайлайтер я буду наносить уже после того, как оформлю брови И в качестве хайлайтера под бровью я буду использовать палетку L'Oreal Которая называется Lovey & Glow И вот этот золотой оттенок Blazing Gold И сейчас мне осталось только все это сделать И как только я завершу уже полностью макияж Я вам обязательно его вот так вот в макросъемке еще раз покажу Ну что ж, с глазами мы с вами расправились Теперь самое время рассказать вам, как я закончила этот макияж И как я сделала макияж лица В качестве тональной основы я сегодня использовала тональную основу от La Mer Которая называется The Soft Fluid Longwear Foundation Мне эта тональная основа нравится именно как тональная основа на выход Или праздничная, в кавычках, конечно же У нее достаточно хорошее покрытие Она стойко держится, красиво выглядит на фото В общем-то, всем критериям она соответствует Поэтому, собственно, я ее сегодня и выбрала Что касается хайлайтера, то здесь я разошлась по полной Сначала я нанесла жидкий хайлайтер от L'Oreal Glow Mon Amour И распределила его по скулам и по всем зонам, где я хотела, чтобы у меня был хайлайтер А дальше, после этого, я еще сверху закрепила его сухим хайлайтером Вернее, как закрепила, усилила скорее я его сухим хайлайтером Мне очень нравится эта палетка от L'Oreal Это та же коллекция, называется L'Avee & Glow И сегодня я использовала первый и второй оттенок Преимущественно первый, потому что он более спокойный И по оттенку он лучше сочетается с жидким этим хайлайтером Второй более золотой И я его использовала под брови в качестве хайлайтера И также совсем слегка вот здесь вот на внешнем участке я прошла с этим хайлайтером Эти два продукта вместе делают просто невероятное свечение, ну как раз в стиле нового года Коррекцию я сделала своей любимой палеткой Makeup Revolution Renaissance Glow Я использовала вот этот вот оттенок И сегодня достаточно обильно я им прошлась по периметру лица Для того, чтобы не просто добавить какой-то свежести Но также частично и сработать этим средством как скульптором Потому что у него очень хороший, уникальный, такой универсальный оттенок Который может работать сразу и как бронзер, и как скульптор То есть такое два в одном В бровях у меня сегодня достаточно стандартная комбинация Из двух карандашей и геля для бровей Вообще, в принципе, можно было бы использовать и помадку для бровей Я думаю, с таким насыщенным макияжем глаз Она была бы здесь максимально актуальна Но я сейчас не дома и вся моя косметика вдали от меня И с собой я взяла только карандаши для бровей И, собственно, ими и выкручивалась Тем не менее, я старалась сделать брови более выразительными Потому что, опять-таки, выразительный макияж глаз требует и выразительных бровей Если брови не выделить, они могут вообще с лица потеряться на фоне глаз И наоборот, если вы слишком сильно выделяете брови То также нужно выделять внимание и глазам А на губах у меня сегодня просто светлейший нюд Я его добилась с помощью карандаша для губ от Colourpop Это оттенок BFF А сверху я нанесла помаду от NYX Которая называется Slip Tease Lip Lacquer И оттенок это Chicapill Мне кажется, что этот оттенок нюда сюда подходит просто идеально Но вот текстура этой помады может быть под вопросом Если вы идете на корпоратив и вам нужна прям серьезная стойкость Замените лучше эту помаду какой-то жидкой матовой помадой Которая будет держаться долго Но в то же время, почему я выбрала именно эту помаду? Потому что я старалась создать такой максимально трендовый макияж В моде глянцевый финиш, стеклянный эффект и как можно больше глиттера Ну что ж, я надеюсь, вам понравился этот макияж Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх Можете поделиться этим видео с подругами Возможно, этот макияж их также вдохновит Если вы еще не подписаны на мой канал, это очень легко сделать Нажав на вот эту круглую иконку вот здесь Вот так же в этих карточках я вам оставлю макияж за 15 минут Вдруг у вас не хватит времени на полноценный макияж Но в то же время, это же Новый год Все равно хочется выглядеть красиво Поэтому обязательно его посмотрите А если вы уже смотрели эти видео То мы с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok